За срыв программы по обеспечению сел Восточного Казахстана интернетом должны ответить операторы связи, вплоть до отзыва лицензии. Такое постановление вынесли члены бюро Политсовета Восточно-Казахстанского областного филиала партии Аманат. Компании Mobile Service Telecom, Cartel и Vostok Telecom должны были подключить ко всемирной сети 220 сел региона по программе «Технологический рывок» за счет цифровизации, науки и инноваций. Однако обеспечили связью лишь чуть больше сотни. В спецкомиссии партийцев объехала все. Говорят, отсутствие связи стало одной из причин оттока населения из этих районов. А то, что по новой программе компания обещает выполнить свои обязательства до 2027 года, партийцев не устраивает. Я считаю, что центральная партия Аманат должен этих операторов, заказчиков, вернее подрядчиков вызвать, сказать, что это такое. Который год обещаем. До 2027 года за этим нашим путем никто не останется. Сегодня ради того, чтобы живут люди, чтобы дать ребенку образование, чтобы ребенок не отставал от городскими… Нет интернета? Зачем там жить? Еще один важный вопрос. Ремонт гидротехнических сооружений в Зайсанском и Тарбогатайском районах. Он вошел в предвыборную программу партии. Плате нам более 40 лет, но капремонта они не видели. Это грозит не только затоплением нескольких сел, от них зависит агросектор двух крупных районов, рассказали аманатовцы. Недавно министр экономики побывал на Уйденинском водохранилище. Сейчас уже выделены средства на ПСД и ремонтные работы. Судьба водохранилища в Тарбогатайском районе напрямую зависит от профильного министерства. Пока, как доложили партийцам, заявка на его ремонт отложена на 2024 год. После вмешательства нашей партии в гидросооружении в Зайсанском районе на разработку ПСД будут выделены деньги. А так как сегодня у нас находится министр экологии, мы тоже перед ней будем ставить задачу, чтобы также вопрос ремонта плотины в Тарбогатайском районе были на контроле министерства экологии, также оказали содействие в выделении средств на ремонт данного сооружения.